Книга «Открытым оком», том 11, тема Лавкин книги, вопрос 2444. Объявлен конкурс на лучший телерадиопроект о православной жизни в городе Воронеже с 22 по 26 ноября 2004 года. Ведь есть что рассказать и показать вам, почему бы не подать заявку, отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Мой проект уже высказан в моих книгах, и они, конечно же, не этого ищут. Я бы с удовольствием поучаствовал в нем, но без цензоров слепотствующих, а попытался бы пробудить слушателей раскрытием красот истинного православия, что я и делал, когда вел в Барнауле три программы по радио и редко по телевидению. Но меня оттуда патриархия вышибла, а место так и осталось пустым. Если вам такая мысль столь привлекательная для меня, положена на сердце, то и напишите, пусть меня возьмут. Я им, как чучело, говорящие на огороде, распугаю их слушателей своим алармом, криками, тревоги. Я не просто буду строить проект, а оповещу о уже исполнившемся у нас. А для них это будет конкретное задание, испытать все на практике. Какой бы вопрос ни взяли, у нас он уже обработан, обкатан на практике. О чем бы православные не писали, как нужно изучать Библию, как бороться с сектами, как возрождать землю, воспитывать детей, работать с заключенными, вести занятия в учебных заведениях, все это у нас уже идет много лет и не безрезультатно. Как и сами видите, это не проект, а исполнение смелых замыслов архитектора. Даже директор Кэстинского института, побывавшая у нас, сказала словами царицы Савской. Второе параллель Попинон. 9.6. Но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот, мне и в половину не сказано о множестве мудрости Твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Солом 113.9. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Кто прочтет эти слова, тот скривится, что так восхваляем себя. А я ведь речь иду не о себе, а о том, что заложено в Библии всего лишь как проект, у нас полностью сбылось под водительством Духа Святого. У нас Библия поставлена на должную высоту, и это дало плоды рождения новых душ не по обрядности, а рождения от Слова Божия. 1 Коринфянам 4.15. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Иаков 1.18. Восхотев, родил Он нас волом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. 1 Петра 1.3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, купованию живому. 1 Петра 2.3. 1 Петра 2.5. 2 Петра 1.6. 1 Петра 2.6. Унаний Clarke. 2 Петра 2.5. 2 Петра 2.6.